В очередной раз на базе Центра правовой информации областной библиотеки имени Твардовского при поддержке Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства администрации города Смоленска состоялось занятие по правовому и потребительскому просвещению по правилам приобретения и эксплуатации пиротехнических изделий. В качестве специалиста в этой области был приглашен директор специализированного магазина пиротехники Дядя Гриша, член Координационного совета Российской пиротехнической ассоциации, организатор фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад» Алексей Столяров. Это наша не первая встреча на базе библиотеки Твардовского. Мы рассказали о безопасности пиротехнических изделий, какие они бывают, вкратце о фестивале, немножко о профессиональных изделиях. На этот раз занятия по правилам обращения бытовых пиротехнических изделий были еще более насыщены и увлекательны. Особое внимание, конечно, было уделено правилам безопасной эксплуатации пиротехнических изделий. Также на занятиях было рассказано о производстве салютов и фейерверков, основная масса которых изготавливается в Китае. Особенно интересным был рассказ о специально изготовленных пиротехнических изделиях для магазина пиротехники «Дядя Гриша». Батареи салютов «Дракоша» и «Смоленский звездопад», изготовленных в Китае в провинции Люянг. И батареях салютов, заказанных у российского производителя из города Владивосток. Батарея салютов «Башня Веселуха» и 100-зарядный салют «Дядя Гриша». Для города Смоленска это уникальный случай, когда магазин пиротехники заказывает название салютов в честь исторических мест и событий нашего города. Вообще вся пиротехника производится в Китае, это около 90%. Но нам за последние два года удалось найти завод, который находится на территории России. И специально по нашему заказу было изготовлено несколько изделий. Один из них такой «Башня Веселуха», который произведен в России, в городе Владивостоке. Особое внимание было уделено законодательным документам, регулирующим перевозку, продажу и хранение пиротехнических изделий. Кроме этого, были представлены сертификаты на пиротехническую продукцию и рассказано, на что обращать внимание при изучении сертификатов соответствия. Выступление профессионального пиротехника Алексея Столярова сопровождалось демонстрацией видеороликов о правилах эксплуатации пиротехнических изделий. Сегодняшняя встреча была очень интересной. Мы познакомились с той деятельностью, с той работой, можно сказать, просветительской, которую ведет профессиональная ассоциация пиротехников. Это, наверное, новый шаг в нашей культуре, когда с помощью пиротехнических изделий мы учимся создавать красоту. Впереди новогодние праздники, а это значит, что по сложившейся традиции будет использовано много фейерверков и салютов. Поэтому очень важно уметь правильно выбирать и использовать пиротехнику. Те, кто посетил Центр правовой информации в Смоленской областной универсальной библиотеке, теперь точно знают, как выбрать качественную пиротехнику и правильно ее эксплуатировать. От себя хочется добавить. Покупайте фейерверки только в специализированных магазинах пиротехники, требуйте сертификат соответствия на пиротехнические изделия и четко следуйте инструкции на упаковке. Помните, использование пиротехнических изделий в соответствии с инструкцией и техникой безопасности – залог только положительных эмоций. Специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!